А вот, Шарапов, довелось тебе поручкаться со знаменитой Манькой облигацией. Дамой приятной во всех отношениях, только работать не хочет. Не вери на понт, мусор. Ну что за вульгарные у тебя выражения, Мань? Так ты только скажи, я же тебе всю жизнь верная буду. Лариса Ивановна Удовиченко родилась 29 апреля 1955 года в столице Австрии, Вене. Отец Иван Николаевич Удовиченко, военный врач, мать Муза Алексеевна Удовиченко, родом из Ленинграда. Была очень красивая, похожая на Вивьен Гли. Мама Ларисы Удовиченко была студенткой Ленинградского института театра музыки и кинематографии. Когда началась война, пережила страшные блокадные дни. Когда началась война, ее курс эвакуировали, но она осталась в городе и начала работать воспитателем в детском саду. Уехать девушка не могла, так как ее мать, бабушка-актриса, лежала в больнице. Знакомство родителей Ларисы произошло во время переправы ленинградских детей на Большую Землю по дороге жизни. Иван случайно увидел 19-летнюю красавицу, воспитательницу. С первого взгляда без ума в нее влюбился, хотя у него на тот момент уже была семья. Жена, дочь Светлана и сын Виктор. Всю войну он заботился о музе, поддерживал морально и физически, отправляя продуктовые посылки со своими военными паиками и в сущности помог выжить. Вернувшись с фронта, он получил развод от первой супруги и женился на музе. В 1948 году у них родилась старшая дочь Яна. Отца часто переводили по службе. Семья переезжала с места на место. В Вене они прожили около года. Дальше продолжались бесчисленные переезды по стране, пока в 1962 году отец не демобилизовался. В звании подполковника, когда они обосновались в Одессе, мама по старой памяти снова стала работать в детском садике. Когда же Лариса училась на третьем курсе, мама умерла от рака. Женщине было всего 51 год. Папа актрисы пережил жену на 7 лет. Ты меня за руку ловил, волчина позорный, чтобы про мои дела на людях рассуждать. Чуть-чуть, не ругайся, маня, ты меня молодого человека испортишь. Фильмография актрисы насчитывает более сотни работ, и среди них практически нет серых и незаметных. А вот в личной жизни актрисе повезло не так сильно, как в карьере. Ее творческий путь начался довольно прозаично. В старших классах Лариса увидела объявление о наборе в народную студию актера. И сразу же поступила, выдержав конкурсный отбор. Занятия там вели профессиональные педагоги, обучавшие искусству, импровизации и речи. Программа подготовки включала также съемки в массовках. Вскоре способную девочку заметил Александр Павловский, приехавший в Одессу снимать ленту «Счастливый кукушкин». Он пригласил 15-летнюю Лару сняться в роли Людмилы, возлюбленной главного персонажа. Интересно, что играл его начинающий актер, а в будущем известный режиссер Владимир Меньшов. Так состоялся дебют будущей звезды в кино. Рост Ларисы Удовиченко – 164 см. В 1979 году вышел на экраны пятисерийный детектив «Место встречи изменить нельзя». Где актриса феноменально сыграла роль Маньки Облигаций и после этого сразу попала в высшую лигу отечественных кинозвезд. Примечательно, что режиссер картины Станислав Говорухин рассматривал ее участие в проекте совсем в другом качестве – в роли Вари, возлюбленной Шарапова. Но актрисе эта героиня показалась неинтересной. Ее внимание неожиданно привлек образ сбалмошной особы вольного поведения Маньки. Роль Маньки Облигаций стала ее визитной карточкой. Она не раз рассказывала о том, что знаменитая фраза «Облигация» или «Облигация» вырвалась у нее случайно. Она действительно не знала, как правильно написать слово. И режиссер решил оставить это в фильме. В этой роли у Довиченко была так убедительна, что после премьеры фильма у нее появилась целая армия поклонников среди заключенных, которые слали ей письма со словами «Не горюй, выйду, моей будешь». Один из них действительно после освобождения приехал к актрисе домой. Ей даже пришлось обратиться в милицию. После первого же проката этого фильма Лариса узнала, что такое настоящая слава. Среди множества фильмов, где снималась актриса, в тот период следует отметить полюбившийся многим зрителям мюзикл с Натальей Андрейченко. Мэри Поппинса «До свидания». Она перевоплотилась в нем в миссис Бэнкс, жену Джорджа Бэнкса. Когда, окончив школу, Лариса приехала из Одессы в Москву, чтобы поступить в театральный вуз, педагоги посоветовали ей подумать о том, как получить московскую прописку, ведь от этого зависела ее дальнейшая актерская карьера. И она решилась на фиктивный брак с москвичом, о чем позже не любила вспоминать, так как не гордилась этим поступком. Будущий кинорежиссер и сценарист Александр Панкратов «Белый» считал ее самой красивой девушкой во ВГИКе и был искренне в нее влюблен, поэтому без раздумий согласился на ее предложение пожениться. В душе он хранил надежду на то, что со временем она тоже проникнется к нему симпатией. Все свои сбережения он потратил на свадебное торжество в ресторане, но уже спустя несколько дней после этого Удовиченко от него ушла. Первым реальным супругом артистки стал режиссер Андрей Эш Пай, сын известного композитора «Истинный интеллигент». Но его анатория претила, что на его красавицу-жену засматривались практически все мужчины, из-за ревности их брат быстро дал трещины и они расстались. Третьим мужик кинозвезды был музыкант и предприниматель Геннадий Болгарин. Они познакомились в начале 1980-х годов, на дне рождения подруги и весь вечер провели вместе. Она влюбилась в него с первого взгляда, но пианист на тот момент уже имел семью и 13-летнего сына Максима. Узнав об этом, Лариса долго боролась с чувствами, однако они оказались не только взаимными, но и очень сильными. После очередного скандала с женой Геннадий переехал к любимой. В 1988 году у них появилась дочь Маша, и все бы было прекрасно в их семейной жизни, если бы не пагубное пристрастие мужа к азартным играм. Он спускал все деньги семьи. Удовиченко терпела его игроманию более 10 лет, но когда он скрывался от кредиторов, пропал и оставил их с дочкой практически без средств существования, а к ним стали приходить люди с угрозами, она решила подать на развод. Опасаясь за дочь-семиклассницу, актриса отправила ее в Одессу, сменила в квартире замки и попросила, чтобы Геннадий больше не возвращался домой. Она говорила, как бы мне не было больно, я перестрадаю, наступлю себе на горло, выплачусь, но больше близко общаться с человеком, меня предавшим, не смогу. После этого она долго не могла прийти в себя и призналась, что ей было очень непросто наладить свою жизнь. Актрисе часто доставались роли красивых роковых женщин, и многие партнеры по съемочной площадке сходили от нее с ума. Например, в трилогии о жизни российской деревни «Любить по-русски» Лариса познакомилась с Никитой Джигурдой. По сюжету между их героями вспыхнул роман. Как признался позже Никита, он сходил тогда по ней с ума, и у них была связь. Актриса всегда отрицала факт любовных отношений с Никитой. Она требовала от него подать в суд на издание, разместившее его интервью, в котором он сообщил о том, что перенес любовь к женщине и скинул жизнь. Джигурда доказывал, что к этой журналистской выдумке он не имеет никакого отношения, но Удовиченко обиделась на него и прекратила с ним общаться. После данного конфликта Никита начал рассказывать о романе с Ларисой, утверждая, что любовь их жизни была. Он дал интервью Дмитрию Гордону, в котором заявил, что сумел покорить Лару, и искренне удивлен тому факту, что она не хочет вспоминать об этом периоде их жизни. Сама же актриса в одном из своих интервью подчеркнула, что в кино у нее было много прекрасных мужчин-партнеров, кого я только не любила. И Михаила Боярского, и Сергея Шакурова, и Никиту Джигурду, и Виктора Степанова. Словом, как актриса и как женщина без любви себя не мыслит. Тем не менее, артистка дала понять, что эти отношения были несерьезными. И главное ее в жизни – это дочь Мария. Да, я способна на жертву ради любви, но в первую очередь это касается моей дочери. Только любовь матери к ребенку – истина. А все остальное – это влюбленности, радости. Это уже не любовь. По вокзалам и ресторанам. Ну что ты? Ну как ты себя ведешь? Ну посмотри на себя. Ну ты же здоровая девка, тебе работать надо. Работать тебе надо. А ты ведешь себя как черт знает что. Ну паскудство сплошное. Все чаще Лариса Удовиченко зовут сниматься в сериалы. Самыми любимыми зрителями стали «Женская логика» и Даша Васильева, любительница частного сыска. У Ларисы Удовиченко прекрасный внешний вид. Время будто остановилось и не собирается украшать ее лицо признаками старения. Хотя к себе Лариса относится очень категорично. Ей уже 66 лет. Мне все не нравится, когда смотрю на себя в экране. Комментирует свою внешность актриса. Я в жизни совершенно другой человек, не как на экране. Спокойный, флегматичный, даже ленивый. Дочка говорит иногда, не будь тормозом, мама. Сейчас Марии, дочери Ларисы Удовиченко, 33 года. Она имеет три высших образования. Поступив в ГИТИС, актрисой Мария не стала. Свою единственную роль она сыграла в фильме «Шок баба Люба». Потом молодая Маша поняла, что ее не тянет к такому творчеству. В итоге отправилась учиться в Италию. Живет дочь актрисы давно в Италии. В прошлом году она вышла замуж. Ее супруг итальянец. Зовут его Франческо Криусколи. Взять Ларису Удовиченко по профессии музыкант. Вопреки распространенным в сети слухам, что Удовиченко эмигрировала из России, купив дом в Ницце, актриса продолжает жить в Москве, в метро «Сокол» на улице Алабяна. На вопрос, считает ли она себя счастливым человеком, Лариса Ивановна дает неожиданный ответ. В профессии – да, жизни нет. Слава Богу, профессия как-то компенсирует. Давайте пожелаем этой любимой, талантливой актрисе любви, добра и долгих лет жизни. Друзья, спасибо вам за просмотр и оставайтесь с нами, ведь впереди вас ждет много интересного.